Где мы впервые познакомились? И что я о тебе подумала? Я не могу тебе в голову залезть, что ты, понятное дело, что ты подумала, что я топ. Сегодня мы с супругой узнаем, кто знает, намного нас друг друга получше. Слышишь, это как он называется? Так если где хорошо отвечаю, можно больше давать. Нет, максимум один, нет. Нет. Друзья, всем привет. Меня зовут Алексей Каштанов. Со мной рядом моя супруга Анна. И сегодня вы узнаете, насколько мы знаем друг друга. Здравствуйте. Цу-е-фа. 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 На связи. Так, я первый заодно начинаю. Первый клуб, в котором я играл. Ну, первый профессиональный контракт это ФК Калуга. Тебе было 18 лет где-то примерно. А первый клуб, за который ты играл, ну, начинал ты с дядьками, может быть, дядьковские. А есть такой, который более известный, это, наверное, ФК Динамо, да, Брянская? Да, да, да. Потому что он там учился в академии. Все правильно. Один балл даю. Ну, потому что она все точно сказала, как я и начинал, и делал. Кто я по гороскопу? Рыба. 13 марта, 96 года. Слишком легкие вопросы какие-то есть. Если бы я мог отправиться куда угодно, в путешествие, куда бы я поехал? Ты бы поехал, ну, тут выбор большой. Это Европа и Европа там, где есть футбол. Это Ла Лига. Или в Германию. В общем, там, где можно сходить на какой-то классный топовый матч. Это мечта. Да, верно. Все правильно. У меня действительно, да, есть такая мечта. Поехать на какой-то европейский матч. И неважно, это куда там будет. Италия, Испания. Вот. Я очень хочу, ну, да, ответ. Правильно. Тоже один балл даю. Молодец. Пусть ты много знаешь про меня. Давай сейчас вот проверим. Интересный вопрос. Лучший способ меня разозлить? Так. Я, в принципе, знаю, как ты меня можешь разозлить. Да? Ну, да. Подсказочку даже могу тебе сказать. Бывает, ты начинаешь щипать, потом там. Я что-то не знаю. Я как-то растерялась. Ничего страшного. Лучший способ меня разозлить, это когда-то бывает тебе что-нибудь не говоришь. К примеру, там, или у нас с тобой там начинаешь что-нибудь, и ты дальше продолжаешь бручать мне что-нибудь говорить дальше. Ты бурчать продолжаешь? Ты продолжаешь бручать, а меня это злит. Ну, мне кажется, вообще такого нет. Да есть такое. Есть такое, есть такое. Ну, тут ты не угадала ничего, так что. Ну, ты старалась, молодец. Да? Спасибо. Было нормально. Сколько ты мне даешь? Ну, половину дам. Это за счет того, что моя жена половина. А так, да, половина не заработала. Так, если бы я не занимался футболом, то какую профессию бы выбрал? У Леши одна любовь это футбол. Как я говорю, футбол в нашей жизни просто в каждом мгновении, в каждой клеточке, дома, на улице. Просто, я не знаю, мне кажется, никакой реально. Ну, да, я могу дать, ну, я с ней полностью согласен, вот, с ее ответом. Я могу дать даже более, ну, такой развернутый ответ. Не то, что даже более развернутый, а свои мысли вообще. Если бы не футбол, да, с появлением семьи, то есть, моя главная была задача, это зарабатывать деньги и приносить доход семью, чтобы моя семья могла кушать, путешествовать и, соответственно, одеваться и воспитывать детей. То есть, как бы, кроме футбола, я бы, наверное, ничего не выбрал бы. Не было у меня такой цели, что какую-то другую профессию, там, пойти, там, где-то. Ну, просто у него нет другого интереса. И я вот прямо, это не потому, что мой муж. Я могу реально сказать, что я встречала много футболистов, мы были в многих командах. И человек, как этот человек любит футбол, я таких реально не встречала. Ну, это да, действительно, молодец. Один балл даю, то есть. Да, тут ты права. То есть, у меня не было никогда такого, что если не в футбол, то я пойду, там, трактористом и все. То есть, молодец. Так. Если бы я мог есть только одно блюдо до конца жизни, что бы это было? У меня муж абсолютно непривередливый в еде. Это вот просто готовь, что хочешь, и он съест все. Ну, да, уже последние два года мы на правильном питании. Я тоже не знаю. Давай так. Да, он ест все просто. Ну, ладно, вот он был сладкоежкой, он и остался им, да. Ну, просто мы там покупаем правильные сладости, там, правильный шоколад. И, естественно, в нашей жизни его не так много сейчас, и это только до пяти вечера. Вот. Ну, тогда, наверное, это сладко. Ну, да, так и есть, да, действительно, я до этого был сладкоежка. Даже могу рассказать одну историю. Мы ехали в Севастополь у моей бабушки. Там сестра родная переехала жить туда. И получилось так, что у меня вообще в семье все сладкоежки, от слова совсем. Тут даже скрывать нечего. И мне просто рюкзак сладостей нагрузили туда, я на второй ярус на поезд залез и шторку завесил. И начал сладостей есть. Пока доехали до Севастополя, сладостей не было. То есть, да, действительно, я был вот такой вот сладкоежка. Так что, это действительно, да, это было бы одно блюдо, которое, если бы я не занимался спортом, то есть, как бы я, ну, может быть, часто бы очень ел сладко. Так что, да, правильно, все. Один балл даете. Так, и последний вопрос. Тут легкий вопрос. Сколько татуировок у меня есть? Три. Да. А та посвящена жене. А другая семье? Покажи. И у меня ответочка тоже. А другая семье, по-моему. Да, у меня три татуировки на данный момент, но я еще хочу сделать несколько татуировок. Опять же, делаю с таким посылом, чтобы мне было приятно, что я эти ношу татуировки, и они с чем-то ассоциируются. Вот, просто есть у меня знакомые, которые просто пошли набили, потому что там друг пошел какого-то, вот, то есть, как бы, у меня нет такого. Ну, ну, один балл, молодец, я считаю, хорошо справилась с заданием. Спасибо! Моя супруга знает меня очень хорошо, поэтому она получает такую оценку. Так, теперь узнаю, как ты меня знаешь. Моя любимая песня. А, смотри, у нее любимая песня, это точно я знаю, называется она LP. Название точно не знаю, но можно я включу ее? Вот, я сейчас ее включу, а потом я объясню. Вот интересно, как ты объяснишь? Потому что я тебе много раз говорила за эту песню. Почему именно она любимая мне? Сейчас вы ее послушаете. Эта песня, когда мы познакомились с ней в первый раз, и она у нас даже играла на свадьбе, эта песня. Так, а когда познакомились, что? Что? Почему на свадьбе у нас играла она? Ну... В общем, была такая история, что мы там уже общались очень долгое время, мы вообще познакомились с ним в соцсетях. Вот, и мы общались уже долгое время, там переписывались, уже, наверное, даже виделись. И он мне присылал видео, как он там дома с мечом занимается, чеканит там. И, в общем, вот он мне прислал сделанное видео под эту песню. И после просмотра этого видео я поняла, что я влюбилась в него. Почему-то... Такого я не помню. И все. Я много раз тебе говорила, кстати, про эту игру, что я... Да, ну она всегда песня на свадьбе играла. И все, да, это вот прям для меня... Это для нее, да, это самая любимая песня. Какая там? Лучшая. Один балл. Один балл, ну тут сто процентов, конечно. Мой заказ в кофейне. Какой кофе пью? Ну, это легкие вопросы. Для меня, потому что мы с тобой в кофейне, как бы... Ну, да, ходим вместе. Ну, не часто ходим, но ходим, стараемся вместе ходить. Сюда не из такого, чтобы по раздельности. Ну, твое любимое это латте. Да? Правильно? Ну. Латте, капучино? Ты любишь эту любовь? Простой латте, простой капучино? Нет. А как надо мне сказать, что? Ну, на каком молоке я... А, ну ты на каком молоке любишь латте, а одна ложка сахара у тебя там. Бывает без сахара. Когда как? Молодец. Сироп добавляешь, бывает. Один балл. Да. Как зовут моих родителей? Так. Маму зовут Наташа. Бабушка Валя. Андрей дядя у тебя. Ну, это ты уже пошел далеко. А папу? Ну, и что? Папу я... Ну, потому что... Нет, не из-за того, что я там, к примеру, там... Ну, просто, что... А вот что у меня, какое, ладно. Нет. Хорошо. Это я понимаю. Папа зовут Сережа, но, к сожалению, там, как бы, я с твоим папой лично незнаком, и я, ну, как бы, ну, не доставил его. Один балл. Где мы впервые познакомились? И что я о тебе подумала? Ну, я не могу тебе в голову залезть, что ты, понятное дело, что ты подумал, что я топ. Ну, ты тогда еще не был такой толп. Ну, ты тогда еще не был таким толп. Нет, нет, смотри. Ну, понятное дело. Познакомились мы с тобой ВКонтакте. Вот. Я тебе сам первый написал, но я не знаю, что ты обо мне подумал. Ну, и раз ты обо мне, раз ты мне ответил, значит, ты подумал обо мне хорошее. Хорошо, да, познакомились с моим ВКонтакте. А где первый раз встретились? Ты вообще помнишь, как мы первый раз встретились? Да, я приезжал к тебе в город. Ага, и что мы делали? В кинотеатр пошли. О, молодец. Правильно. Как вчера было, помню. Один балл. Как вчера. Мой размер обуви. 38, 37,5. Но в зависимости, какая марка модели. Да, 37,5 или 38. Молодец, один балл. Потому что сейчас красотки покупал. Как ты понимаешь, что я злюсь на тебя? По взгляду твоему лицу. Ну, а на лицу другое сразу. А какое? Ну, я не буду камеру показать. Неприятно. Неприятно. А ну, а еще что-нибудь я делаю? Ну, ты любишь щипать. Ну, это правда. Ну, это правда. Не скрывай это. Ну, редко, редко, но правда. Ну, вот так вот, да? Да, да. А еще? Да нет, это больше ничего, и все. Ну, мне кажется, я молчу, нет? Ну, ты недолго молчишь. Да? Ты все равно хочешь, чтобы умнишь. Нет, я молчу, но хочу что-то высказать. То есть надо, и ты и выскажешь. Хорошо, 1 балл, молодец. Опиши мой идеальный день или идеальное свидание? Идеальный день это ее проведенный с семьей, со мной, вот, потому что с учетом того, сколько у нас выездов, тренировок. Ну, какое у меня утро, вот мой идеальный день? Утро это когда, ну, я думаю, наверное, я завтра приготовлюсь там. Да. Еще. А дальше что? Ну, проведем время вместе с семьей. Можем сказать, там, либо в торговый центр с детьми провести там, в комнате поиграться, вот, либо, ну, в кинотеатр, вот. Правда, мы одни раз, что сходили в Екатеринбурге, но у меня времени не так уж и много было. Ну, вот, ну, и под завершение ужин, поужинать вместе, и все. Ну, да, я согласна. В принципе, все наши дни это совместное время провождения с детьми и с мужем, так как его часто, достаточно часто нету дома, вот, я не говорю даже там про выезда и сборы, просто он с утра уходит и вечером только возвращается после всех тренировок, восстановительных процедур. И поэтому совместные дни от утра до вечера, это очень ценно, правда. Спасибо. Пять баллов. У меня так же. Да, такой шикарный ответ. Мне очень приятно, что мой муж меня знает так хорошо и зарабатывает столько баллов. Спасибо. Спасибо.